Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 37 по 45. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Отца Александра. И да может слепец слепца водите, не оба ли в яму впадетося? Несть ученик над учителем своим, совершен же всяк будет, якоже и учитель его. Что же видишь, и сучец, иже есть во очиси брата твоего, бервна же, еже есть во очиси твоем не чуеши? Или како можешь и реши брату твоему, брате остави да изму сучец, иже есть во очиси твоем, сам сущего во очиси твоем бервна не видя? Лицемерие изми первое бервно из очиси твоего, и тогда прозрише изъяти сучец из очиси брата твоего. Несть бо древо добро, творя плода зла, ниже древо зло, творя плода добра. Всякобо древо от плода своего познается, не от сер неба чешут смоквы, не от купины емлют гроздья. Благий человек от благаго сокровища сердца своего износит благое, и злый человек от злаго сокровища сердца своего износит злое. От избытка бо сердца глаголют уста его. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь, не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, давайте и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваше, ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам. Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дела, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок в стерновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, начинаются со слов, известных даже далеким от христианства людям. «Не судите и не будете судимы». И далее Господь добавляет. «Не осуждайте и не будете осуждены». Александр Павлович Лопухин, размышляя над этими словами Спасителя, пишет. «Не осуждайте – выражение более сильное, чем не судите. Осуждать – значит не ограничиваться мелкими, оскорбительными для другого замечаниями. Произносимыми может быть про себя не вслух, а произносить вслух других, уничтожающее ближнего суждения, как что-то окончательное, как бы некий приговор». Другими словами, Господь призывает нас не произносить над кем-либо в этом мире приговора, осуждающего человека за грехи. Далее Господь для примера приводит притчу. «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму?» Эти слова Спасителя относятся ко всем тем, кто сам, имея грехи, осуждает за эти же грехи ближнего, указывая на некий путь к исправлению. Блаженный Феофилакт замечает, «Если ты осуждаешь другого, а сам впадаешь в те же грехи, вы оба слепы. Хотя ты и думаешь, что через осуждение руководишь его на добро, но ты не руководишь, ибо как он будет наставлен тобою на добро, когда ты и сам падаешь?» Также Господь указывает, что учитель не может дать своему ученику больше, чем сам знает. Этим он предупреждает нас. Мы должны обращаться к лучшему учителю, потому что он может дать нам больше знаний. Но также надо иметь в виду, что мы не можем учить других тому, чего не знаем сами. Следующие слова Евангелия, окажется, были сказаны Христом не без юмора. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Господь учит, что никто не имеет права осуждать других, если сам не отличается безукоризненным поведением. Поэтому и вопрошает святитель Афанасий Великий, «Если у самого тебя в оке бревно непотребства, то можешь ли ты, будучи слепым, предостеречь брата своего от сучка малого греха». Христос напоминает нам, что человека можно судить лишь по его плодам, ибо всякое дерево познается по плоду своему. «Благие слова никогда не заменят благих дел. В конечном счете, из наших уст исходит то, чем переполнено наше сердце. Уста не могут говорить о Боге, если в сердце нет места Духу Божьему». Преподобный Максим Исповедник наставляет, «Возлюбим друг друга и будем возлюблены Богом. Будем долготерпеливы друг другу, как он долготерпелив к грехам нашим. Не будем воздавать злом за зло, и он не воздаст нам по грехам нашим. Ибо прощение при грешении наших обретем в прощении братьям. Милость Божия к нам сокрыта в нашем сострадании к ближним». Так, дорогие братья и сестры, Господь учит нас тому, что нужно, не обращая внимания на окружающих людей, иметь мудрость внутреннего рассуждения о самих себе и своей жизни. И уж тем более, не произносить никакого суда, чтобы самим не попасть под осуждение Божие. Христос для нашего спасения приводит в пример не грешников этого мира, а самого себя, как доброго и милостивого Учителя, дабы мы, взирая на плоды Его любви, стремились бы сами быть сокровищницами этого добра. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok